В результате российского удара по пригороду Днепра пострадали более 20 человек. Спасацию извлекли из-под завалов тело погибшей двухлетней девочки. Избранный президентом Турции на третий срок Реджеп Тейп Ардаган объявил новый состав кабинета министров. Он сменил его почти целиком. Причиной крушения поездов в Индии стала ошибка в системе электронной сигнализации. Об этом заявил министр железнодорожного транспорта страны. Карим Бензима покидает Реал Мадрид. Французские нападающие поедут в Саудовскую Аравию, где будет играть за клуб Аль-Иттихат. В результате российского удара по подгородненской общине Днепровского района, по данным украинских властей, пострадали 22 человека. Из них 5 детей. Разрушено несколько домов. Спасателей завлекли из-под завалов жилого дома тело погибшей двухлетней девочки. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия в очередной раз доказывает, что является страной-спонсором терроризма. В ночь на воскресенье воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Киев был атакован ракетами и беспилотниками. Все они утверждают в городской администрации сбиты ПВО. Последние недели участились обстрелы российской территории. Тысячи людей покинули приграничные села. В субботу вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что еще два человека погибли, двое получили травмы при обстрелах Шебекинского округа. В Украине отвергают обвинения в причастности к обстрелам. В день перенесения присяги избранный президентом Турции на третий срок Реджеп Тайпер Даган объявил новый состав кабинета министров. Он сменил его почти целиком. На фоне сложной экономической ситуации в стране портфель министра финансов предложен Мехмету Шемшеку, который уже занимал эту должность с 2009 по 2015 год. Внешнеполитическое ведомство возглавит бывший начальник разведки Хакан Фидан. Пост министра обороны займет Юшар Гюлер, а главой МВД станет Али Ярликая, занимавший должность губернатора Стамбула. Причиной крушения поездов в Индии стала ошибка в системе электронной сигнализации, из-за чего один из составов неправильно сменил путь. Следствие выясняет, кто несет за это ответственность. Об этом заявил министр железнодорожного транспорта страны. Сейчас на месте ЧП завершаются восстановительные работы. В одну из клиник глава правительства Нариндрамуде навестил пострадавших. Их насчитывается сотни. Трагедия разыгралась в пятницу в восточном штате Адиша в районе города Баласор. Жертвами аварии с участием трех поездов по уточненным данным стали более трехсот человек. Власти не исключают, что число погибших будет расти. Тысячи людей вышли на акцию протеста в Белграде. Демонстранты выступили против насилия. Они требовали отставки президента Александра Вучича, глав МВД и агентства безопасности и информации. Шествие состоялось спустя месяц после трагических инцидентов со стрельбой, жертвами которых стали 18 человек. Протестующие обвиняют Вучича в захвате контроля над всеми госучреждениями. Президент это отрицает, утверждая, что оппозиционные группы хотят свергнуть его силой. Многие люди разговаривали в Капитале сербия за пятнадцать раз в месяц после двух массовых shootings, которые уничтожили в стране. Многие громко-слогансы против президента Вучичи marchали в центре города и собрали в его офисе. Университетов, которые уничтожили в марш, держали бандер, что читали, «Сербия против violence», который был главным словом от протеста. Некоторые медиа говорят, что это был главный протест до сих пор. Нападающий Реала Карим Бензима покинет клуб этим летом, после завершения сезона, сообщили в пресс-службе команды. Обладатель одной из самых престижных наград в футболе «Золотой мяч» и пятикратный победитель Лиги чемпионов поедет в Саудовскую Аравию, где как минимум два года будет играть за клуб «Аль-Иктихат». Спортивные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что французскому футболисту предложили на Ближнем Востоке более 100 миллионов евро в год. Карим Бензима играл за «Реал Мадрид» с 2009 года. Он провел в испанском клубе 14 сезонов.